Современные экономические условия диктуют новые подходы к развитию территории. Кубань, уверен губернатор, готова к прорыву. Он возможен на основе того, что уже сделано, и на правильно расставленных приоритетах в будущем. Важную роль в достижении цели, конечно, играет финансовая устойчивость региона. Этот год был для нас экономически успешным, безусловно. Бюджет этого года 265 миллиардов. Мы перед собой ставили планку ниже. Но давайте учитывать, что в 2015 году бюджет был 190 миллиардов. Несложно посчитать, что на 75 миллиардов мы приросли, коллеги, в рамках сегодняшних экономических условий. Это, конечно, результат всех сидящих в этом зале в первую очередь, коллеги. Могу сказать одно, что мы достигли тех целей, которые перед собой ставили. Ну, коллеги, это мы. Имеется в виду органы управления, власть. Но достигнуть тех целей, которые перед нами поставили жители края, еще раз подчеркну. Друзья, еще много-много нужно сделать. Много. Не просто активно, а результативно потрудиться. Совещание об итогах работы органов исполнительной власти. Это не только доклад о том, что уже сделано. По сути, сегодня Вениамин Кондратьев озвучил программу развития региона на ближайшее будущее. Основные акценты на социальной сфере. Сохранится курс на новые школы и детские сады. В этом году мы построили 10 школ, 5 открыли 1 сентября, 5 оснащаются и примут детей в новом учебном году. Удалось создать 8740 мест, это на 240 больше, чем мы планировали. Приоритеты и модернизация системы здравоохранения. Ориентир здесь на самые высокие стандарты. На развитие здравоохранения в следующем году уходит у нас 48 миллиардов рублей. 48. Это беспрецедентная цифра за последние 20 лет развития нашего края. Даже в пропорциональных соотношениях. 48 миллиардов на модернизацию медицинского оборудования, что само по себе уже давно назрел. Поэтому это приоритетное было решение. Это будет очень весомый шаг, чтобы наше здравоохранение, притом в муниципальных образованиях самое главное, стало приближаться к современным уровням оказания медицинских услуг. Главное, чтобы не снижать объемы финансирования. Вот не снижать, а только наращивать. Еще одна важная тема – контроль за тарифами в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Губернатору периодически поступают жалобы от жителей региона на рост цен. Венимин Кондратьев требует пристально следить и не допускать необоснованных повышений. Стабильность у нас в жилищно-коммунальном хозяйстве есть. Но главное не то, что ее сохранить, а максимально улучшить сегодня. Сохранить вот те тарифы, в том числе и коммунальные платежи, а особенно за вывоз бытовых отходов. Потому что люди говорят разное. Никаких повышений могут быть, понятно, с размерной дексацией и тому подобное повышение, но не глобальные. Отдельно глава региона остановился на Краснодаре. Облик краевой столицы во многом зависит от того, какой будет застройка города. И здесь необходимы прозрачный подход к нормативной документации и грамотное освоение территорий. Подобные принципы должны лежать в основе каждого города и района Кубани. Есть очевидные вещи, которые нельзя нарушать и трогать. Сложилась уже такая застройка по высотности, давайте не будем трогать, лезть не будем. Есть у нас комплексная застройка и будьте добры ее выполнять. Никакой точечной никогда близко не будет, поэтому всю документальную правовую базу вы подготовьте. Мне нужен четкий правовой механизм, четкое правовое поле, которое никто никогда не измеет. Поэтому до конца года следующего, я надеюсь, генплан будет. Оставьте после себя на самом деле то, что мы взяли и должны передать последующим поколениям. Все озвученные сегодня задачи – это основа для рывка. В поставленных целях четко прослеживается уход от сырьевой экономики в сторону переработки, сохранение социальных гарантий населению и улучшение качества жизни на селе. И, пожалуй, главный показатель того, что все идет по намеченному плану – повышение среднемесячного уровня зарплат в крае на 10%. Как в подтверждение этому, увеличился и объем розничной торговли, который напрямую отражает покупательную способность жителей региона. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.